Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Уркин Медиа в студии Жан-Сая Мусина. Сегодня в выпуске. Попытка номер один. Балхашские выпускники сдали пробное ЕНТ. Это не предел. Здесь мы покажем самые лучшие результаты, а там еще лучше. Скоростной режим. Студенты БГТК отстояли победу против конькобежцев в пяти колледжей и пришли на финиш первыми. Сложность, конечно, идет в том, что мы бегаем по корту, маленький промежуток. Не по сценарию. Три балхашских выпускника не прошли порог ЕНТ. Из восьми претендентов на Алтенбельге оправдали свой статус только четыре. Из пяти старшеклассников только двое смогли набрать нужные баллы для красного аттестата. Но это не окончательный вердикт, так как тестирование было только пробным. Как балхашские ученики делали общий прогон по итоговому экзамену, расскажем в следующем материале. Мальчики справа, девочки слева. В час истины старшеклассниц в бантиках проверяют на детекторе металлоискатели. Сверху вниз осматривают и будущих мужчин. Обошлось без нарушителей. С собой ученики на главный экзамен взяли только ручку, документ, линейку. Все другое необходимо уже в голове, говорят испытуемые. Честно, нет. Более-менее готовы к ЕНТ. Учимся, стараемся. Это не предел. Здесь мы покажем самые лучшие результаты, а там еще лучше. Там остынет металлоискатели и думаю, мы уже будем подготовлены, чтобы на самом настоящем тестировании не бояться. Больше трехсот выпускников из Балхаша, Актугая и Приозерска разделили на два потока и шесть аудитории. Самые отважные сдали тесты утром, другие – после обеда. Охранников честности комиссию из преподавателей подкрепили видеокамерами. Одна снимает передний план кабинета, другая – задняя. Еще один сторож, правда, заглушка для телефона установлена в коридоре. Кто на что гораст, стало видно спустя три с половиной часа. Средний балл ЕНТ по Балхашу – 83. Максимум, который набрали ученики по правильным ответам – 121, минимум 48. Не прошли экзамен – три балхашца из 240. Четверо оправдали показатели для Алтенбельга и только двое на красный аттестат. У других есть еще шансы до реального дня ИЭКС, который назначен на лето. Если ребенок сегодня показал какие-то низкие результаты по каким-либо предметам, то будет проводиться индивидуальная консультация с ребенком, групповые, какие-то мастер-классы. То есть с ребенком будет проводиться определенная работа для устранения тех проблемных зон в рамках выявления именно пробного тестирования. Жан Саи Мусина, Думан Колбаев, Уркин Медиа. Полезные лекции. Основные пункты послания главы государства разъяснили балхашским рабочим. Приоритетные направления, планы на год и ближайшее будущее, а также пути выхода из кризиса – главные темы выездных ликбезов. Первыми на информационном маршруте стали энергетики. Сотрудникам ТЭЦ рассказали, как будет проходить новая скоростная республиканская трасса. Магистраль проложат через микрорайон Кунрад, без заезда в город. Бизнесменам, чьи предприятия оказались на пути, предложили новые земли. Пояснили и про консультативно-диагностический центр, который планируют открыть после слияния первой и третьей поликлиники в конце года. В новом учреждении соберут всех узкопрофильных специалистов и установят компьютерный томограф. Дали и несколько советов по поводу кризиса. Мы никогда, наш народ не терял своего оптимизма. И похуже переживали времена, в 90-е и так далее. И этот кризис минует. А заводчанам рассказали о программе занятости и изменениях в ней. Ведь один из главных приоритетов в нынешней государственной политике – поддержка деловой активности казахстанцев и сокращение безработицы. Специалисты центра занятости отчитались о годовой работе и объяснили антикризисные изменения в дорожной карте. Предусмотрено временное субсидирование работодателям. Также гранты выделяются с государства. Грант предусматривается. 80% грантов будут оплачивать государство, а 20% будут оплачивать работодателям. В целях нет сокращения штатной численности. Дело время. Больше шести сотен человек приглашают на общественные работы. Вакантные места могут занять лишь те, кто не может трудоустроиться. Для этого нужно зарегистрироваться и встать в очередь. 70 человек для благоустройства и очистки города примут в компанию «Горкомхоз». В поле деятельности не меньше 3000 квадратных метров в месяц. В отдел внутренних дел возьмут 60 работников. Главные обязанности – подшивка номенклатурных документов и их ежедневная разноска. Для вспомогательных работ в Акимате требуется 40 человек. Еще столько же – в канцелярию суда. Остальных ждут еще в 40 городских предприятиях. В месяц наемники будут получать около 23 тысяч тенге. А те, кого примут в «Горкомхоз» – чуть больше 34 тысяч. Вакантные места открываются ежеквартально. Чтобы попасть в список очередников, нужно зарегистрироваться в Центре занятости. Все справки по телефону 7-59-56 и 4-24-00. Дополнительные финансы. Вкладчикам «Жилстройсбербанка» выплатят курсовую разницу. Прием заявок на компенсацию по депозитам начали принимать сегодня. Заключить дополнительные соглашения нужно до 1 июня. А уже в июле первые клиенты банка могут получить выплаты. Второй транш планируют на октябрь. Возмещение получат почти 470 тысяч владельцев депозитов, открывших счета до 18 августа 2015 года. В том числе и те, у кого сумма превышает 1 миллион тенге. Общее число компенсируемых вкладов – больше 170 миллиардов тенге. Для получения разницы необходимо подписать соглашение с банком с использованием электронной цифровой подписи на портале электронного правительства или на официальном сайте банка. Возмещать курсовые потери будут за счет бюджета и собственных средств банка. Исключение составляют вклады, находящиеся в обеспечении по жилищным, предварительным жилищным и промежуточным жилищным займам, выданные вкладчику до 18 августа 2015 года включительно. А также вклады, по которым на дату зачисления заключены договоры купли-продажи жилища или договоры аренды с последующим выкупом. На реальных событиях студенты Балхаша провели около двух часов в компании Нурсултана Назарбаева. В местном кинотеатре бесплатно показали фильм про нашего президента. Это четвертая часть исторической киноэпопеи «Путь лидера». На этот раз она охватывает период жизни и деятельности Нурсултана Назарбаева в 70-х годах прошлого столетия, эпоху индустриального бума. Главный герой руководит металлургическим комбинатом в Тимир-Тауа. Чтобы поднять его производительность, он пытается внедрить инновационные методы работы, что вызывает негодование у руководителей, которые привыкли работать по старому стилю. Из заборной деятельности молодой работник оказывается на ковре в Москве. Здоровая конкуренция. Балхашские волейболисты не смогли удержать победу на своем поле в пределах областной спартакиады по волейболу. Из-за погодных условий из семи заявленных команд на соревнования приехали только три. Основная борьба за мяч шла между сборной из села Актугай и Козыларай. Но после встреч с остальными участниками по круговой системе преимущество в один бал овладели уроженцы села Козыларай. Актугайцы оказались на второй строчке победителей. Замыкает список команда из села Шабанбайби. Это прошлогодние чемпионы. А вот Балхашскому набору волейболистов не удалось устоять против стратегии противников ни одного раза. На поле играли только мужчины и женщины, кому за 35. Турнир мы проводим в честь нашего великого земляка. Алихана Букиханова, 150-летие Алихана Букиханова. Этот турнир мы проводим ежегодно, это уже второй турнир. Прошлогодний турнир проходил в честь 550-летия казахского ханства. Мы хотим вот эту традицию ежегодно проводить, просвещать, ради просвещения спорта в городе Балхаш. Не просто катание. Студенты города получили шанс поучаствовать в малой олимпийской гонке. На корте лицея номер 15 прошли соревнования по бегу на коньках. На ежегодном состязании вместо семи соперников теперь только шесть. Балхашский колледж актуального образования оказался вне игры. Остальные выставили по четыре участника. Среди девушек пробежала два круга и установила рекорд в своей категории Алтанай Жаксенбекова из БГТК. На финиш она пришла за 57 секунд. С разницей на одну секунду справились с заданием и вошли в тройку победителей Александра Осипова и Аяна Ергенбаи из политехнического и многопрофильного колледжей. У юношей задание было осложнено еще на один круг, но Артур Гроссман, это трижды победитель городской спартакиады, снова стал первым. Результат участника из БГТК – одна минута. Второй в строчке победители Анатолий Вязов из Балхашского колледжа сервиса. Он пришел на финиш с разницей в 7 секунд. Бегун из многопрофильного колледжа Адлет Санакбек с показателем 1 минута и 13 секунд замкнул тройку лидеров. Сложность, конечно, идет в том, что мы бегаем по корту, маленький промежуток, тут нужно полностью владеть коньком и дети на свежем воздухе. Самыми лучшими были юноши из БГТК, из БКС, это бывшее торговое училище. И на этом все. Завтра в 20.15 увидимся снова. Мы расскажем о мальчике, который сыграл сразу на 24 досках в шахматы и при этом не проиграл ни одному сопернику. Будьте в курсе всех событий вместе с нами. До свидания.